Всем здарова, ребят! Продолжаю играть в Ростецке. Я до сих пор переждал реальную ночь сегодня воскресенье в этом убежище. И за эту ночь, вот видите, меня обступили, я не знаю, это подписчики, то ли это просто мимо проходящие люди. Русконвой и Камабулит. Вот негодяи. Даже здесь не оставили в покое. Ой, блин, ладно, вставать. Всё, ребят, спасибо, что грели ночью. Так, ну тут чё? Тут опять куча народу. Эти до сих пор голубки спят вместе. Я живой. Вроде все резы опять остались. Сейчас я буду что-то думать. Надо какой-то домик всё-таки сооружать небольшой, беспалевный такой, чтобы всё это туда складировать. Потому что мне нужно свободное место в инвентаре. Так, ну что, спасибо этому дому. Как говорится, пойдём к другому. Посмотрим, что у нас тут творится. Тут уже день настал. Всё, приду сейчас построю быстренько домик. И продолжим наше путешествие. Вот я добежал уже до зимней биомы. Я ещё скрафтил себе эти башмачки, чтобы хотя бы не босиком бегать по снегу. Но пока эффекта замерзания нет. Не пишет ни температуру, ни то, что я замерзаю. Никаких визуальных эффектов, как в жаре. Я думал, может экран будет как-то замерзать. Но пока нет. Может я просто ещё не сильно глубоко зашёл. Изменился немножко звук снега. Какой более какой-то естественный стал. Но мне этот больше нравится. Вот сейчас немножко тут побегаю. Уже, кстати, полутолбочки. Нашёл рецепт на патрон. Вот. На АК. У меня его не было. Кстати, заметил, что в зимней биоме, так как мало объектов, тут вообще какой-то дичайший FPS выдаёт. Сейчас, допустим, я сюда смотрю, он на 120. Просто жесть. Это даже при записывании бандикамом 120. Хотя он снижает ещё на 10-15 FPS. То есть просто капец. Ну, когда сюда смотришь, да, там, когда уже деревья появляются, вот тут 65. Даже можно на максимальную градку настроить. Но не сильно даже просел. Даже вот подключать все эффекты. Ленинс-бир. Всё, дистанцию максимальную. Всё на максимум. Ну вот 55, да, стало. Но всё равно, если смотришь сюда, сотни выдаёт. Ну, в небо вообще, понятно, 120. Конечно, туда FPS просто настолько приятное. Забрался на какую-то вершину горы. Ребята, вид отсюда, конечно, вообще потрясающий. Тут вообще какая-то вот такая, блин, ложбина, лощина, не знаю, окружённая горами. Или горами, как правильно. Потом вот этот шар. Ну, все его знают. Вот этот большой Red Town. Это остров, на котором в прошлой серии я гулял. И тут, короче, поставил такое, знаете, как покорение Эвереста. Флаг наверху. Вот, на самой вершине вообще, конечно, офигенная. Вид завораживает. Жалко, опять ночь наступает. Придётся где-то переночевать. Но опять же, даже вот тут, я когда поднимался, один раз промелькнуло. Типа мне холодно в горах. То есть, у меня такое подозрение, что это где-то высоко в горах будет холодно. Но, во всяком случае, вот эта одежда мне пока не писала, что я там замерзаю или что-то типа подобное. Ладно, буду где-то перекантуюсь где-то ночь, продолжу дальше. Кстати, вот ночью уже появилось значение холода. Вот было только плюс два, сейчас уже плюс один. То есть, чем сильнее ночь, тем становится холоднее. И я чувствую, сейчас, когда будет ноль и минус, я начну замерзать, и у меня начнёт убывать хп. И мне придётся бежать в более тёплую зону, походу. Сейчас я подожду. Вот уже ноль. Но буду вас информировать. А, кстати, вот эффект уже, видите, такой, как будто экран замерзает, появился всё-таки, да. Вот, минус один. И когда же у меня начнёт убывать хп, всё, пошло уже 880. Точнее, 81, у меня же 82 добыло. И, короче, надо выбираться отсюда, с холода. Вот, только зашёл на это, сразу эффект пропал. Всё нормально. Ребят, начинаем двойную охоту. Парнишка охочется за кабанчиком, а я охочусь за ним. Сейчас попробую ещё нибудь. Ой, высоко взял. Есть. Со второго раза не промахнулся. Всё, тканишка, нормально, в принципе. Камня вообще не меряна. Короче, ребят, я вообще был опять немножко в шоке. Вот, ток-то, а подж меня реально поразил. Я, в общем, сейчас меня убили. Я всё-таки не дожил до того момента, когда решил построить свой домик. И тут, я же спальников нигде не ставил, и тут появляется, ну, окно смерти вот такое. Это я уже проделываю второй раз, чтобы вам об этом показать. Я был вообще в шоке. И появляется спальник у меня. Хотя я вообще нигде не ставил спальник. Появляется спальник с надписью флэш, пароль в ящиках. И кодж. Коджа я знаю, вы по прошлым видео знаете. Мы с ним бегали на рейд, там пытались. Ну, в общем, мой хороший друг уже теперь. Я такой не могу понять, что это за фигня. Я же нигде спальники не ставил. Чё это такое вообще? Ну, ладно, спальник и спальник. Попробую загрузиться. Ну, и прочитал, понятно, сообщение. Флэш, пароль в ящиках, кодж. Нажимаю. Думаю, где же я загружусь? Смотрю, спальник, дом, чей-то. Встаю. Ага. Так как было написано пароль в ящиках, я посмотрел каждый ящик. Там написаны цифры были от пароля. То есть пароль от дверей. Так, я прошел немножко дальше. Смотрю, хоп, дверь. Ввел этот пароль, она открылась, всё чётко. Захожу сюда, а тут кодж, братишка. Тут тоже в ящиках он такой мне оставил, в принципе, кучу таких подарчиков. Ну, это его дом, я имею в виду, вот этот рецепт, допустим, вот этот. У меня его нет, я его сразу изучаю. Естественно, спросил перед этим. Можно я извлечу некоторые рецепты, но эти у меня есть. И, соответственно, я просто его встретил, а если бы даже я его не встретил, вот ещё один спальник. Если на Е нажать, то тут написано, флеш, не разрушай, я живу тут. То есть он мне оставил такие сообщения, чуть ли не как этот, квест какой-то. Я просто был в шоке. Я думаю, что это за дом вообще, весь в железе, куча дверей. Чё это? Так, сейчас введу сюда код. Код вилл. Я просто даже не знаю, куда эта дверь ведёт. А, тут печки, понятно. Немножко неудобно проходить. Тут ящик, но он уже не имеет значения, я имею в виду. Всё равно вы ничего не разрушите, даже если до него доберётесь. Вот. И я такой вообще понять нифига не могу. Лазаю, лазаю. Выхожу на улицу. Тут ещё такой предбанничек. А оказывается, это мой старый дом. Вот видите, мой старый дом. К которым я жил когда-то. Его коджа приходовал, блин, застрял. Возле малого Рэдтаун. Всё равно у меня судьба привела сюда. Кстати, опять жара почему-то здесь, такой всё смазывается. Малый Рэдтаун до сих пор ещё никто не застоял. До сих пор он открыт для посещений. Короче, я просто был в шоке от того, что вот кодж такую фигню замутил. Не фигню даже, а офигенный такой подгон. То есть, реально меня убили. Я думаю, ну блин, сейчас опять всё заново собирать. И тут появляюсь просто в доме, где там идти и пароль в ящиках всё рассказано. И что делать, и как жить дальше, короче. Вообще, кодж вот реально, кто-кто, кодж вообще красавчик. Это вообще без преувеличения, без ничего реально такой подгон сделать. Вот, и то я чисто случайно на это обрёл, потому что меня убили, как бы. Если бы я не умирал, я бы даже и не заметил бы, что вот он такое приглашение мне оставил. Оказывается, это можно, подходишь к спальнику. Я узнал, как вообще это сделал. Как он сделал так, что я теперь, хотя спальника не ставил, а у меня есть возможность появляться на спальнике. Вы можете кинуть на пол спальник свой, нажать на Е, и там добавят друзья. Появится такое менюшко. И там, я так понял, добавляете друга, какого вы хотите, и этот спальник становится его. Ну и плюс можете написать в названии спальника какое-нибудь сообщение, чтобы он понял, от кого это. Это офигенная тема, я просто никогда ещё с ней не пользовался. Я знал, что её добавили, но не было возможности проверить. И в итоге я проверил просто таким неожиданным образом. Кодж мне такой... А я ещё так строиться не хотел вообще, потому что, блин, четверг вроде вайп опять. Думаю, опять всё это строится, кучу сил тратить. Да и времени особо нет. Потому что если на строиться, можно конкретно строиться, то сразу до металлических кучу резов собирать. А у меня просто физически столько времени нет, чтобы на игру тратить. И тут бах, дом. Ну я спросил у него, можно в нём пожить. Короче, придётся мне сейчас немножко перекантоваться у него. Ну а чё, плохо что ли, нормально. Ну, короче, офигенно вообще. Я просто, действительно, вот это меня удивило очень сильно. До сих пор мой ящик, кстати, стоит. Да я его ещё ставил. Видите, билдинг. Билдинг привилечь написано, потому что вот тут, на третьем этаже, вот здесь стоит ящик. До сих пор его никто не разрушил. Так он стоял. Это я ставил на этот камень, чтобы тут никто не строился. Ну так, на всякий случай. До сих пор он стоит. Единственное, что осталось. Ну, корпус дома тоже без изменения немножко доработали. А, вон даже вход там есть. Ещё один какой-то. Офигеть. Короче, можно заново делать обзор на мой прошлый дом. Который корж вообще переконструировал. Да, и тут можно зайти в такой предбанничек. Блин, капец, конечно. Это он замутил, красава вообще. Ну реально, у меня слов нет. Мой дом, видите. Обрёл новую жизнь. Реально, новая жизнь вообще. Вдохнул у него кодж. Блин, ну красавелла. Реально красавелла. Вот кто-кто, а кодж теперь я уверен на 100%, что это проверенный чувак, на которого всегда можно положиться. Вести, кодж, потому что я уже много с ними поиграл. Но вот когда человек вот так вот оставляет свой дом полностью в доступе, то есть для меня, это говорит о многое. Так, ладненько. Пойду дальше что-нибудь мутить. Так, ну что ж, ребят. На этой прекрасной муте буду заканчивать. Потому что уже проиграл достаточно долго уже. В общем, увидимся уже в следующем видео. Буду теперь опять лутать малый РТ в поисках рецептов. Кстати, я сейчас только что забежал в большой РТ. Специально появился не на спальнике, а в рандомном месте и появился прямо возле большого РТ. Забежал туда и нашёл рецепт на вот этот хазмат-джакет. Интернационный. Кстати, кто-то говорил, что вроде он вообще не защищает от радиации, потому что радиация очень жёстко бьёт. Но, тем не менее, проверю, реально защищает он или нет. Всё, ребят, вот с Коджем. Увидимся в следующем видео. Всё, с вами был Флэш и Кодж. Подписывайтесь, ставьте лайки. Перед началом своего видео хочу посоветовать вам перейти на канал Бестика. Он играет со мной довольно-таки давно и тоже решил создать свой канал о Расте. У него тоже своё видение Раста и он хочет поделиться им с вами. А заодно, когда у меня возникает длительная пауза между видео, вы можете переходить к нему на канал и спокойно наслаждаться Растом там. Ваша поддержка ему очень поможет развиваться дальше. А это очень важно, так как без вас не было бы и меня. Так что подписывайтесь к нему на канал, ставьте лайки и оставляйте свои комментарии. Ссылка на его канал будет под этим видео. Субтитры сделал DimaTorzok